Стратегия развития республики – это конкретные документы. Большинство из них уже разработаны. К примеру, бюджетно-налоговая политика – не только расчет доходов и расходов государства, но и своеобразный сценарий, как и куда тратить деньги. А еще разработаны денежно-кредитная и тарифная политика. Последнюю, к слову, представили не так давно. Суть проста. У коммунальных предприятий появится возможность направлять деньги на модернизацию инфраструктуры. А еще программа к обложению, которая уже работает. Наконец, очень важный для развития преднестровской экономики документ – инвестиционный закон. Инвестиционная стратегия является одной из ключевых для Приднестровья. Мы должны понимать, что тот экономический рост, который сегодня мы наблюдаем в государстве, он имеет свои пределы. По мере того, как мы загрузим производственные мощности, когда мы к этой точке подойдем, если не будет новых инвестиций, новых предприятий, экономический рост просто остановится. Чего мы не должны допустить. Большинство документов уже разработано, но есть направления, по которым работа пока ведется не так активно, отметил премьер Александр Мартынов. И это надо исправлять. Так, к примеру, ситуацию в жилищном фонде председатель правительства называет крайне запущенной. И здесь тянуть дальше просто нельзя. Пока я этот подход вижу комплексным. То есть, за счет участия и граждан в ремонте своего жилья, своего жилья, заметьте, которое приватизировано на 90%, и подключение государства по линии субсидирования тех категорий граждан, которые, доходы которых пока не могут позволить заплатить реальную стоимость. 2 июля в правительстве состоится рабочее совещание по вопросу жилья. Премьер поставил задачу – сформировать общее видение решения проблемы. Следующий важный пункт – развитие электротранспорта. На сегодняшний день изношены сети, а состояние троллейбусного парка, мягко говоря, не лучшее. И третий момент – это уровень оплаты труда сотрудников троллейбусных управлений. То, что я видел на цифрах, говорит о необходимости повышения заработных плат тех рабочих и служащих, которые работают в этом направлении. Здесь необходима, как я уже говорил, программа развития предприятий сферы электротранспорта. И еще одна задача на ближайшую перспективу – развитие предприятий дорожной отрасли. Все они, по мнению председателя правительства, должны работать по одинаковым технологиям. Все документы правительство должно разработать до конца года, чтобы со следующего у Приднестровья появился полноценный сценарий развития. Продолжение следует...